За комфорт 17 тысяч жителей микрорайонов Олимпийский космос отвечают управляющие компании Олимп и Оскол. На попечении 88 коммунальщиков, 4 десятка многоэтажек. В воскресенье они отметили профессиональный праздник, День работников ЖКХ и бытовых услуг. А сегодня вновь наступили трудовые будни, из чего они состоят в нашем следующем материале. Если в конце 90-х, начале 2000-х деталей и запчастей днем с огнем было не найти, сейчас оставляешь заявку и управляющая компания сразу покупает нужное. В этом смысле работать стало легче, признается Игорь Четверкин. Перемены коснулись не только техники и технологий. Сейчас вообще люди поменялись и сантехники, все поменял. Никто не пьет, даже курить бросает, не то чтобы пить. У нас коллективы очень отличные. Мы друг друга знаем, работаем уже много лет. Фронт работ слесаря сантехника Четверкина – отопление и вода. К счастью, в последние годы, спасибо капремонтам, число аварий и жалоб снизилось. Самое горячее время – осень, когда начинается запуск тепла. Вот тогда приходится побегать и по подвалам, и по квартирам. Вот было недавно тоже после аварии, тоже ночевали и все делали, чтобы людям было тепло. Стали мы бережнее относиться к общему имуществу, там, подъездам и уважительнее к работникам ЖЭО? Уважительнее даже к дворникам, потому что уже не так мусор раскидывают, собирают. Перемены к лучшему заметила и Гульнара Максумова. Ее рабочее место – подъезд. Гульнара – маляр четвертого разряда, а когда-то была поваром. Жизнь заставила учиться. Когда я сюда переехала с Казахстана, у меня другая профессия. Маленький ребенок. Я училась и устроилась на работу. Вам это нравится или нет? Да. Запах краски. Ну, мне это своя работа нравится. Я работаю с душой. Когда жители заходят в свежепокрашенный подъезд, они радуются, говорят спасибо. Часто вам спасибо говорят? Да. За три часа краскопультом можно побелить девятиэтажный подъезд. Красить сложнее, признается маляр. Три-четыре этажа за смену, и руки-ноги отваливаются. Труд тяжелый. Впрочем, сейчас жильцы стали это ценить. Все же прав был Маркс. Бытие тоже определяет сознание. Раньше было очень много. И царапали, и писали. Сейчас уже меньше. Очень меньше. Или просто как бы у них отношения появляются к труду, или то, что они сами здесь живут. И Гульнара Максумова, и Игорь Четверкин – лучшие работники своих управляющих компаний. У каждого не по одной почетной грамоте. А портрет электромонтера Павла Квитко был и на городской доске почета. Очередную благодарность наши герои получили накануне Дня коммунальщика. Я так думаю, что не только моя заслуга в этом, что наградили. Я так думаю, у нас коллектив маленький, именно электрики, достойны все у нас этой награды. Мы как-то рождены в Советском Союзе. Как-то мы относимся к грамотным, как-то достойным. Поэтому, если грамот получил, значит, надо работать лучше в два раза. Павел Квитко – специалист по щиткам. Раньше их корежили и ломали наркозакладчики. Сейчас другая проблема. Старая проводка и жильцы, которые на свой страх и риск, подключаются к щитку. Мы работаем на территории. Нам некогда по кабинетам засиживаться. Бывает так и сгорает электропроводка. Нагрузки увеличены. Меняем. А часто приходится менять? Ну, спасибо нашей профилактике. Мы занимаемся профилактикой. Если бы не профилактикой, то у нас, конечно, было аварии намного больше. Ну, справляемся. Работаем круглосуточно. Свет подаем вовремя, как говорят. Светить всегда, светить везде. Девиз не только электрика Квитко, но и многих староскольских коммунальщиков. Лариса Ульяненко, Евгений Левушко, Илья Самсонов, 9 канал.